Здравствуйте! Сегодня мы вам расскажем о странном отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко к Армении и армянскому народу. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что именно удивляет и шокирует в заявлениях этого политика и почему Александр Лукашенко не почтил память геноцида армян в Армении. Досмотрите это видео обязательно до конца. Поехали! Вопрос очень короткий по ДКБ, но я не буду синопсис говорить, все прекрасно понимают о чем идет речь. Может быть вопрос позвучит немножко наивно, но все-таки, учитывая очень специфическую внутриполитическую ситуацию в Армении и учитывая то, что действительно вопрос о назначении генсека в такой ситуации, которая сложилась, не прописан в уставе, почему не пойти на встречу господину Пашиняну? Спасибо. На встречу в чем? А в назначении следующего генсека о ДКБ. Ну если уж, чтобы кратко ответить на этот вопрос, я вам задам вопрос. А почему Пашиняну бы не пойти на встречу остальным пяти президентам? Ведь он заварил эту кашу. Ну зачем арестовывали международного чиновника? Отношение президента Белоруссии к Армении и армянскому народу можно описать в трех небольших сообщениях. В марте 2009 года Александр Лукашенко прибыл с визитом в Армению, причем с сыном. Единственная официальная встреча с Сержем состоялась в аэропорту, а затем он поехал в Цахкадзор и провел там несколько дней в фешенебельном отеле Гаги Кацарукяна. 24 апреля 2015 года, в день, когда весь мир скорбел с армянами память жертв геноцида, а Владимир Путин и Франсуа Оланд вместе с другими лидерами были в Ереване, Александр Лукашенко демонстративно посетил Грузию. Накануне этого парламент Грузии в очередной раз отклонил резолюцию о признании геноцида армян, а президент Грузии, сославшись на визит Лукашенко, не приехал в Ереван 24 апреля. Лукашенко, будучи в 300 километров от Еревана, не удосужился даже почтить память жертв геноцида. В октябре 2016 Лукашенко прибыл в Ереван на саммит ОДКБ. Это случилось через несколько месяцев после апрельской войны. Руководство Армении напрямую обвиняло Россию и Беларусь в поставках вооружения Азербайджану. ОДКБ, в свою очередь, намекали, что ждут обращения Армении за помощью, чтобы можно было по просьбе Армении вести миротворческие войска в Карабах. Обращение было нужно, потому что ОДКБ так и не получил мандата ООН на миротворческие операции и не могла вести войска самостоятельно. Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в 2016 году не скрывал досады. Он выразил недовольство тем, что ради мелких вопросов его привезли за 39 земель. Он сказал, что обсуждаемые вопросы не тянут на уровень президентов. Лукашенко произнес и другую, сакраментальную фразу. Он заявил, что никто в мире не признает ОДКБ. То есть, есть военный блок, который проводит учения и прочее, но мир не признает его. Также не обошел стороной президент Беларуси и бархатную революцию в Армении. Поздравляю тебя с избиранием премьера и самое главное с окончанием всех этих баталий. Власть поменять просто, но потом уже надо давать результаты. И народ будет ждать этого результата. И дай бог, чтобы талантливый умный народ Армении справился с этой ситуацией. Потому что Армения находится в нашем союзе. И это не чужая нам страна. И я, поручая правительству, надо созвониться и спросить у них, чем мы им можем помочь. Подчеркнул глава республики Александр Лукашенко. Беларусь готова помочь Армении в сложившейся непростой ситуации, заявил президент Лукашенко в ходе ежегодного послания народу и парламенту. Лукашенко подчеркнул, что ситуация в Армении не его дело, но он был вовлечен в процесс и обсуждал все с бывшим президентом страны Сарксяном. И потом при Путине я ему сказал, вот было же СНГ, потом и Ильхам был там и так далее в Питере. Я говорю, Никол, давай поставим точки над «и». Кто первое место в торговле с Азербайджаном занимает по торговле оружием? Кто? Россия? Я говорю, а чего ты язык засунул? Скажи ему. Покричикуй, Владимир Владимирович. А, боишься? По словам Лукашенко, он сам никогда бы не поставил народ перед выбором изменения конституционных основ государства под какую-то личность. Никогда этого не будет, в этом вас убеждает то, что мы видим на примере Армении, сказал Александр Лукашенко. Также он считает, что не надо было переводить парламентскую республику в президентскую и президентскую обратно в парламентскую, а потом неизвестно во что. Вот оно и окнулось, заявил президент Беларуси. Мне Пашинян позвонил. И разговор закончился тем, я говорю, Никол, я знаю, что ты демократичный человек. В хорошем смысле слова. Из СМИ, я то его не знал вообще, но из СМИ я это слышал. И один раз уже мы с ним встретились на каком-то там саммите. Поскольку ты демократичный человек, я не думаю, что ты дал команду задержать человека по политическим мотивам. И продолжил. А он мне говорит, Александр Лукашенко, ну вы же меня поддержите в этом плане? Коррупционер, враг там стрелял и прочее. Я говорю, Никол, я обязательно поддержу, потому что я не приемлю таких методов, если это так, как Хачатуров там развернулся. Но если ты задержал человека по политическим мотивам, не дай Бог, я тебя никогда не поддержу. Вот был мой ответ. То есть я к чему это говорю? Что ведь проблему создали не мы, а он. Ну раз создал, возникла эта проблема, посадили этого человека. Если ты мудрый человек, тихонько пришли этот вопрос, избрали бы мы этого чиновника. Не такую он огромную роль там играет в этом. И не было бы этой проблемы. Нет, Николай нас окунул во внутриполитические проблемы. Моя позиция была только одна. Поскольку мы следующие должны принимать от Армении эту эстафету, мне как-то и неудобно было на эту тему говорить. Как будто я рвусь, чтобы вот наш был человек. Как мы видим, отношение Лукашенко к Армении однозначно определить очень сложно. А как вы относитесь к такому отчасти хамскому поведению Александра Лукашенко? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Мы надеемся, что Николай Пашинян и Александр Лукашенко найдут общие интересы и будут вместе взаимодействовать очень-очень плотно. И все эти проблемы останутся в 2018 году. Спасибо, что остаетесь с нами. Нас уже 15 тысяч человек. Мы очень рады этому событию. Мы достигли этой отметки всего лишь за полгода. Благодарим вас за то, что следите за нашими видео, комментируете наши видео и в целом мотивируете нас снимать дальше. Спасибо вам большое. Также оцените наше видео подпиской и лайком. Встретимся в следующем видео, которое будет посвящено Шарлю Азнавуру. Также поздравляем вас с наступающим новым 2019 годом. Желаю вам счастья и побольше любви. До скорой встречи. До встречи в новом 2019 году.